Будущее за метаном. Сегодня в Нижнем Новгороде обсуждали развитие рынка газомоторного топлива среди участников расширенного заседания и глава Чувашии. Как в регионах создается достойная альтернатива бензозаправочным комплексам? Подробности у Дмитрия Ковалева. Развивая рынок газомоторного топлива, власти субъектов перенимают лучшие практики. Главы регионов посетили ведущие нижегородские предприятия, где производят специализированную технику для заправки метаном. Количество автомобилей, работающих на голубом топливе, за последние годы увеличилось. На старейшем в России, Горьковском автомобильном заводе, первые машины, работающие на газе, сошли с конвейера 15 лет назад. Сейчас это кооперация производителей. Сборочные цеха локализованы в Нижегородской области. Двигатели выпускают в Ярославле и Ульяновске. Спрос на технику растет. Газоны, базики, 9-метровые автобусы, 4-цилиндровый двигатель и 6-цилиндровый двигатель. Он идет на Уралы, Мазы, 12-метровые автобусы и даже 18-метровые автобусы. На всех. Мы покрываем всю линию. Строительный дорожный технику для машин. Это новый модельный ряд. На газомоторное топливо уже переводят школьные автобусы, машины скорой помощи, грузовые фуры и передвижные комплексы для аварийных бригад. Это современные автомобилищики. Пневмоподвески. Он и приседает и так далее. Они реально лидеры. У них самая широкая линейка. Техника, работающая на газе, наносит минимальный вред окружающей среде. Крайне важен и экономический эффект. Топливные затраты только легковой машины снижаются до 40%. В республике на метан уже переходят коммунальные службы и автоперевозчики. А вот сейчас как раз на газомоторном топливе экологически чистый транспорт. С удовольствием будем покупать. Тем более у нас отношения группы и газ, они быстрее иные годами, не светлями. Самое главное, это высокая технология производства. Это никакие недоработки, это основной конвейер. То есть шасси идет, то, которое мы видели, универсальное, надевается соответствующим образом, полностью адаптированное. И в соответствии с нормой безопасности кузов. Это прямо на такой же базе, это уже для школьников. Да, а это уже для школьников. А школьников это особое требование. Развитие рынка газомоторного топлива для республики принципиальная задача, отметил Михаил Игнатьев. Ускорить этот процесс должны уже принятые меры господдержки. Для перевозчиков, использующих газ, снижается ставка налога на 20%. Как бы мы ни говорили, что это опасно, да? Газ считается самым безопасным продуктом для использования на разных модификациях автомобилей. В республике мы кое-что сделали. Если взять автобусы, то автобусы у нас практически используют газомоторное топливо от общего количества примерно 10%. Если брать грузовые автомобили, больше грузные автомашины, то они используют где-то на уровне 13%. Развитие рынка пока тормозит нехватка газонаполнительных компрессорных станций. В эту сферу необходимо привлекать инвесторов, отметил глава региона. Для того, чтобы спрос на рынке удалят в реал все те предложения, которые имеются. Потому что спрос есть, значит мы должны делать. Касаясь станций по переоборудованию, у нас их более 50. Тут, я думаю, проблем нет в этой конкурентной среде. Поэтому на площадке группы газ сегодня посмотрели, какие они станции для заправки газомоторного топлива уже производят. В ближайшие годы автомобилей, работающих на природном газе, должно стать больше. Стратегические задачи перед регионами обозначил председатель совета директоров федеральной корпорации «Газпрому». Российский рынок имеет уникальные предпосылки и огромный потенциал развития. Первое, это то, что мы имеем с вами самые крупнейшие запасы природного газа в мире. Больше нас ни у кого природного газа нет. Я занимаюсь этим вопросом практически пять лет. Пять лет назад, но ничего нет. И то, что вот мы сегодня посмотрели, прекрасные, значит, уже готовые на газе станции. Значит, прекрасные паксы, это которые можно поставлять газ, значит, от материнской ГНС и в любое место можно. Инфраструктура для машин на метане должна становиться более доступной. В планах возвести порядка тысячи газозаправочных станций в регионах. Инвесторам, вовлеченным в эту сферу, планируют субсидировать до 40% затрат. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Нижнего Новгорода.